Это мы попали в музыкальный зал. Немножко расскажите, в каком состоянии. Музыкальный зал, вот сделали космический ремонт, как смогли. Только пол, слышите, пол разговаривает у нас. Очень хорошо, причём разговаривает. А там вообще, где пианино стоит, пол провалился, поэтому мы туда поставили пианино. Говорящие полы в музыкальном зале явление редкое, но в детском садике аула Зиюка их неприятное звучание приходится терпеть уже много лет. Здание этого дошкольного учреждения было построено 40 лет назад, и не мудрено, что за это время деревянные полы прогнили. И теперь, когда по ним ступают даже маленькие детки, издают характерный звук. Последнее время воспитатели с опаской ждут и осадков за окном, потому что во время дождя вода просачивается в помещение через старую шиферную кровлю. Когда сильные паводки, сильные дожди, место, где сильно протекает, мы и пытались как-то там уже из крыши все сделать, не получается. Ну, прям течет на кроватке, мы убираем вот это все, чтобы до детей вот это все не доходило. Ну, хочется, чтобы... Ну, и ремонт был недавно тут, но вот из-за этих трудностей вот приходится детей двигать. Зулета Будишева работает в детском садике более 20 лет, и за это время, по ее словам, капитального ремонта здесь не было. Косметические работы проводились, но они уже не спасают ситуацию. Хотя в группах чисто и ухоженно, все же заметно, что время наложило свой отпечаток настроения. Снаружи кое-где стены пошли трещинами. Вы рады, что капремонт будут делать? Вы знаете, конечно, рады. Мы этого так долго ждали. Это для нас большая радость, не только для нас, для родителей. Даже уже детки, хотя они маленькие, они спрашивают, почему вот ходят, фотографируют это все, почему они к нам приходят. Ну, мы объясняем. Вот детям тоже интересно. Конечно, это все нужно нам. Хочется уже, сколько, 40 лет уже зданию. Хочется, конечно, чтобы было все красиво. С нетерпением капитального ремонта ждут и повара, что работают пищеблоки. Сейчас здесь почти уже раритетная мебель и сантехника, доставшаяся в наследство от Советского Союза. Повара надеются, что вместе с капремонтом будет обновлено все – от стен до оборудования и инструментария. Чуть хотели бы посовременнее, чтобы было. У нас не работает вытяжка, чтобы была вытяжка, мясорубка, чтобы было. Электромясорубка? Ну, да. У нас есть бытовой маленький, но чуть побольше, чтобы было. Промышленный, наверное. Судя по всему, скоро обретет новую жизнь и старый корпус детского сада, который был построен еще в 55-м году прошлого века. Из-за отсутствия свободных помещений сейчас тут располагается ясельная группа. Воспитатели говорят о необходимости перепланировки помещений, ведь деткам приходится пребывать в стесненных условиях. Дополнительные квадратные метры позволят разграничить группу на игровую и спальную зоны, которые сейчас приходится совмещать. Мы детей кормим обедом, все очищаем, посуду убираем, детей готовим ко сну. Мы их раздеваем, потом выдвигаем кровати. У нас кровати вот так раздвигаются. Готовим постель. У нас постели всегда чистые, аккуратные. То есть игровое пространство превращается в спальню? Да. Игровое пространство превращается в спальню. У нас здесь и проход есть, и дети спят. Там у нас фаб находится за стеной. И они уже скоро должны переселиться. Новое здание, новый фаб построили. Они переселятся и перепланировку, и конструкцию будут делать старого корпуса вот этого. То есть ясельная группа будет расширена за счёт освободившихся помещений бывшего фельдшерско-акушерского пункта. Безусловно, тогда здесь станет комфортнее и просторнее. Детский садик Аулазиюка – одно из 12 дошкольных учреждений республики, которые в ближайшее время планируется капитально отремонтировать. А значит, детство ребятишек, посещающих их, станет намного ярче и красочнее. Как и рабочие будни воспитателей, которые с воодушевлением ждут предстоящих перемен. Вадима Куршева, Саид Исмаилов, РХС-24.